В Бендерах подвели итоги городского фестиваля «Педагогический дебют-2024». Это стартовая площадка на пути в профессию для молодых педагогов. В рамках этапов конкурса участники проявили свои таланты в конкурсе самопрезентации, попробовали себя в должностях руководства школы, дали открытые уроки. Привлечь к профессии, поддержать и мотивировать молодых специалистов – главные цели этого конкурса. В составе жюри работники Управления народного образования. Учителя – профессионалы. Подвели итоги и определили победителя. В данном конкурсе мы увидели их и профессиональное самоопределение на конкурсе «Открытый урок», и их личные качества, когда они показывали свое хобби, портфолио, мы изучали. Также они пробовали себя в роли административных работников на конкурсе дублера, когда они заменяли администрацию школами. То есть мы видели их с разных ракурсов. Александра Бадаранчи – победитель конкурса, учитель начальных классов. Молодой специалист в профессии всего три года, но уже лидер и не только в этом мероприятии. Недавно побывала на молодежном фестивале в Сочи. Такой опыт помог и в педагогическом дебюте. Мне очень было приятно сегодня получить такую высокую награду. И, конечно же, за свою педагогическую деятельность я поняла одно, что учитель должен совершенствоваться, иначе он не станет педагогом. Конечно, хочу благодарность объявить, признать, что у меня была большая группа поддержки. Это мои наставники, это мои учителя, это администрация школы. Татьяна Сергеевна, спасибо огромное за поддержку. С каждым шагом мы все ближе и ближе шли. За два года мы достигли этой цели. Спасибо огромное. Моим ребятам 2В я вас люблю. Вы умнички. Людмила Когут – опытный педагог, наставник Александры. В 15-й школе преподает более трех десятков лет. Все этапы конкурса – рука об руку с Александрой. Говорит, педагогический дебют закалил молодого учителя, показал ее потенциал. Мы вместе с ней работали и над нормативно-правовой программой, и в составлении календарно-тематического планирования, и в работе с учителями, и в работе с воспитательной работой. То есть вот такая тесная взаимосвязь. И вот так вот по крупицам собирали все эти моменты, приятные моменты. Поэтому Александра Олеговна молодец, она показала свой почерк. Наставники, ученики, родители – особая поддержка и главные болельщики. Всей душой переживали за любимых учителей. Александра Олеговна очень добрая, мы очень за нее болели. Она очень хорошая и очень интересно ведет уроки. Мне нравится то, что она находит подход к детям. Во-первых. Во-вторых, она очень интересно преподает информацию детям. Они запоминают, им интересно. Хотели, чтобы она победила в этом конкурсе. Второе место заняла Ольга Волчкова. Коллега Александра из 15-й школы. А третья – Екатерина Шмаленко из 2-й гимназии. Конкурс давно уже стал традиционным. С такой идеей впервые выступил городской клуб «Молодой учитель». Сейчас этому объединению уже больше 20 лет. Через его школу прошли две сотни педагогов. Из школьного клуб перерос в городской. Опыт бендерчан переняли и другие города республики. Илдж Мesse Волчок. Также у меня была damit нет вообще другого. Икатерина – это безусловно об installmentки к негативным.